всех приветствую на своем канале мои дорогие друзья добро пожаловать сегодня хочу показать вам как я связала вот такие вот очень милые закладки для книжек вяжу из остатка в пряжи буду вязать крючком вот без лишних слов давайте уже приступим к самому вязанию здесь не важно какой размер крючка как какая у вас пряжа ну чем есть такая пряжа называется спагетти по моему до фирма очень классно так подходит для для таких вот изделий но но я вижу на остатках пряжи поэтому вижу из того что есть и так если вы не умеете вязать крючком просто следите за моими руками у вас обязательно все получится также хочу отметить что я к сожалению не специалист по терминам и вот поэтому если где-то делаю ошибку пожалуйста не судите строго и так для начала мы просто с вами создаем вот такое вот колечко по моему называется скрытое кольцо если не ошибаюсь и провязываем 3 воздушные петли 1 2 и 3 3 петли провязали потом мы с вами делаем 2 накида 1 и 2 просовываем наш крючок в колечко вытягиваем спицу и провязываем 1 то есть 1 накид провязали 2 накид провязали и третий накид провязали вот так потом опять делаем 2 накида опять в колечко опять провязываем 1 2 и 3 потом опять делаем 2 накида 1 накид провязали 2 накид провязали его третья наша петелька вот это мы с вами кстати формируем наше сердечко забыла отметить и так после этого мы с вами провязываем так делаем 1 накид и провязываем в том же порядке 2 петли 1 и 2 вот так далее провязываем одну воздушную петельку одну воздушную петлю провязали потом делаем 2 накида и провязываем в том же порядке 1 2 и 3 потом делаем 1 накид 1 накид сделали провязали 1 и 2 опять делаем 1 накид в колечко и провязываем 1 и 2 2 после этого мы с вами опять также как и вначале будем делать по 2 накида 3 раза будем провязывать 1 2 2 накида сделали каждый накид провязали 1 2 и 3 опять делаем 2 накида провязали 1 2 и 3 делаем 2 накида провязываем 1 2 и 3 вот так после чего я делаю 3 воздушные петельки 1 2 и 3 и полностью наше колечко протягиваю и провязываю после чего вот наш конец мы берем и просто затягиваем его у нас получается вот такое вот сердечко это хорошо затянули вот нас с вами получилось сердечко после чего мы в эту дырочку нашу провязываем еще раз вот так вот вот на что с вами получилось так теперь на этом этапе мне нужно с вами нам связать вот такую вот цепочку до из воздушных петелек просто будем ее вязать здесь все зависит то есть длина зависит от размера вашей книжки если вы вяжете на большую книжку то в принципе 50 60 вот таких вот воздушных петель будет достаточно я буду провязывать где-то 40 50 потому что видите они еще растягиваются поэтому вот ну 30 50 примерно в этом в этом районе до провязываем и вяжем просто самым обычным способом 3 4 5 6 7 вот таким вот способом сейчас я провяжу необходимое количество мне петель так 40 петель я провязала и дальше я провязываю еще три петли 1 2 3 3 петельки я провязала теперь получается вот в третью петельку я просовываю крючок и вытягиваю вытягиваю одну петельку потом опять три воздушные петли 1 2 3 и опять в ту же третью петельку просовываю вывязываю опять раз два три можно здесь побольше можно по 4 по 5 петель как вам нравится так и еще один лепесточек создадим 1 2 3 и в тоже колечко не в ту же петельку вот так и потом я просто вот с этой петелькой вот так вот еще соединю один раз вот и у нас получился такой вот лепесточек надеюсь вам видно такой маленький но аккуратненький все на этом все мои дорогие я обрезаю нить вытягиваю здесь сейчас просто вот так и и буду провязывать чтобы скрыть до ее чтобы она вот так вот на 100 конечек наш нигде не не выходил так вот обрезала все и с этой стороны то же самое вот прям вот эти вот петельки вот так вот сейчас проведу чтобы скрыть и обрежу вот что у нас с вами получилось мои дорогие друзья вот такой вот результат вот но можно конечно цветочек сделать покрасивее побольше сделать вот например вот здесь вот я 5 провязывала листиков очень красиво смотрится ну в общем смотря сколько у вас осталось пряжи до исходя из этого можно формировать вот разные разные вот такие вот лепесточки я очень надеюсь что вам понравился сегодняшний наш такой мастер-класс дайте знать комментарий если вам вдруг что-то непонятно и я как всегда постараюсь вам помочь а на этом все всем счастливо всем хорошего вязания